По большому счету о Google Архиваторе нужно знать только то, что он есть. Вообще в наше неспокойное время нужно делать бэкап в облако, а не обратно. Но возможно имеет смысл также скачать все, что есть в вашем аккаунте Google, скинуть на внешний диск и закопать на даче. Ну так, на всякий случай, кто его знает, как оно обернется. Итак, об этом сервисе, как часто, я говорю применительно к другим сервисам, нужно знать только то, что он есть. И находится, как несложно догадаться, в управлении аккаунтом Google. Тут же находится очень много других полезных настройок. Проходите, посмотрите, точно найдете что-то, что вас удивит. И по-моему в данных… Да, вот. Скачивание и удаление. Ну собственно по меньшей мере архивация данных может понадобиться перед удалением аккаунта. А вот когда может понадобиться удалить аккаунт, я даже не представляю и представлять не хочу. Все, переходим в Google архиватор. Тут уже проставлены все галочки, ну то есть отмечены все сервисы, ну вот просто совсем все, что есть в Google. Вы даже удивитесь, сколько их оказывается и сколько хвостов вы оставляете в сети. Но мне все не нужны, я выберу что-то легкое, что быстро скачивается. Вообще процесс архивации может занять до нескольких дней, по крайней мере так пишет Google. Ну например диск. Очень полезно, особенно если диск на бесплатном тарифе у вас переполнен. Оплатить за дополнительное пространство вы либо не хотите, либо не можете. Тут вы выбираете какие именно папки качать. Я выберу одну, она у меня самая мелкая. Календарь. Вот например данные об отмеченных местах и даже комментарии. Умный Google хранит эту информацию в вашем аккаунте. Ну вроде у меня тут тоже должно быть мало. Контакты. Почта. Тоже полезно. Если диск переполнен, можно скачать почту, переложить на другой диск, например на Мега и пользоваться спокойно Google дальше. Так же удобно, что есть папки. Вы можете скачать не все, а только избранные категории. Ну и все. Видите, даже есть YouTube, но я не представляю сколько бы я выкачивал видео с канала Теплиц. Я думаю недели две. Все. Параметры. Скачать один раз, можно бэкапить регулярно раз в два месяца и размер файла. В принципе больше двух редко, когда что-то лежит, но можно все равно увеличить. Теперь говорит ждите. От нескольких часов до нескольких суток. У меня прошло я думаю минут 20-25 и пришло письмо в оповещение. Скачать файлы. Нужно авторизоваться. Хорошо. И... Кстати, все равно почти гигабайт получился. Хотя я вроде совсем по минимуму. Ну и все. Качает он шустренько, сами видите, в районе четырех мегабит в секунду. И на выходе мы получаем zip-архив. Все, что запрашивали. Почта. Avmbox. Такой большой архив получился, потому что он скачал отправленное. Вроде не ставил галочку, но возможно скачивается по умолчанию. Карты, контакты. Причем тут и с устройства, и импорт за разные года. И самое простое — это диск. Потому что как лежало, так и скачал. Остальное все в своих форматах и вопрос с открытием их или экспортом в другие приложения или аккаунты не менее важен, но он точно не для этого видео. Даже не буду рассматривать случаи, при которых это может пригодиться. Из прошлой жизни в голову приходит только вариант с тем, что у вас просто заканчивается место на Google Drive. А из нашей современной один сплошной апокалипсис в голову лезет. Но несмотря на это любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.